Каждый второй ларек у Вологды торгует алкогольной продукцией. Таков итог совместных рейдов полиции администрации Вологды. Только в ночь с 14 на 15 мая было изъято около 300 единиц спиртного. С подробностями Мария Поздеева. И закон продавцу не писан. Как раз после 11 вечера, когда по правилам торговать алкогольной продукцией запрещено, к уличному павильону на Конево выстраивается целая очередь. Пиво на любой вкус и цвет. Покупателю здесь не отказывают, невзирая на буквы закона и неоднократные предупреждения сотрудников полиции. Здравствуйте. Опять пищу? Да. Знаете, что запрещена реализация после 11 часов? Да, заходи. Об этом продавцу хорошо известно. Вот только выгода для многих важнее всего. Переломить ситуацию в корне и заставить владельцев ларьков и их работников соблюдать закон и призванные регулярные ночные рейды сотрудников полиции и администрации города. От населения города Вологды в администрацию поступают обращения по фактам торговли в ночное время алкоголем из киосков. Направляются администрации города Вологды в МВД запросы на проведение рейдов. МВД города Вологды проводит рейды по пресечению торговли. Минувшей ночью только из одного ларька сотрудники полиции изъяли 300 бутылок различного алкоголя на сумму около 22 тысяч рублей. Тем самым подтвердив, в Алакжане продолжают нарушать закон. Только с начала 2014 года изъято более 1000 литров алкоголя и составлено 100 протоколов. Нарушителей же ждет административная ответственность и штраф от 1,5 до 7 тысяч рублей. Есть у нас добросовестные предприниматели, которые перестают, как закон вступает в силу, они перестают осуществлять данную деятельность, нарушая закон. Но некоторые продолжают, пытаясь заработать. И данные факты у нас фиксируются, граждане сообщают. Вся информация в большинстве случаев подтверждается. Напомним, запрет на ночную продажу алкоголя в Вологде действует уже четвертый год. Сейчас, после 23 часов, торговать спиртным вправе только кафе, рестораны и бары. Совместные рейды администрации и правоохранительных органов будут продолжаться и впредь. И каждый из них – еще один шаг к тому, чтобы заставить нарушителей уважать закон.